Да, да, вот так вот. Вроде собрался поехать, и вот она засада. Колесо спустило. Что делать-то? Ну, раньше понятно, каждый уважающий себя автомобилист знал, что вазик имеет определенные места для крепления домкратов. Ну, в принципе, немножко надо попрыгать на колесе, ну, в смысле, на ключе. И это. А потом что? Ну, ладно, если есть запаска. А если ее нету вообще? Хм, да. Кстати, такое часто случается. Вы можете кататься на колесе проколотом, в котором стоит гвоздик. Но вот только машина поставила где-нибудь, дня два, допустим, и все. И вы уже при накачивании, если у вас есть компрессор, слышите предательское шипение. Что делать? Естественно, ставить запаску. А как это сделать? Что, каждая первая девушка знает? Не находится запаска ее автомобиля? Ну, теперь каждая первая девушка, каждая первая мужчина, и вообще, все те, кто любит свои автомобили, должны знать номер 464641. Это скорая помощь, мобильный шиномонтаж. Кстати, не только. Очень актуальная тема плохой заводки вашего автомобиля, тогда, когда свечки залило. Что ж, звоним и вызываем. Очень давно хотелось это увидеть, а теперь скажем, это работает. Как во всех цивилизованных странах. Служба поддержки автолюбителя на дороге. Скептики утверждают, не пойдет. Но, наверное, не пойдет, так же, как и сотни шиномонтажек, разбросанных по городу. Но, заметим, в свое время шиномонтажек было всего две. А сейчас? И все живут. Потому что это хлеб. Но не каждый хлеб с доставкой на дом, в офис, гараж и в какую-то конкретную точку. А это ваш шиномонтаж. И пока я разглагольствовал, включили переносной генератор, открутили колесо, разбортовали его. Ведь это хорошо-то, когда пробой на переднем, а если на заднем. Заклеили коляску, забортовали, отбалансировали. И, естественно, все эти процедуры мы сымитировали. Так как ремонт прокола, это в 90% случаев установка грибка. И поехали дальше. По-крупному можно было бы и не покупать нульцевый Мерседес, не утеплять его, и автономку туда не ставить. Но это не буханка скорой сельского разлива. Это полноценный автореанимобиль. Кстати, в благодарность и в норовоучение шоферам газелей скорых. Конечно, вы молодцы и знаете свое дело. Однако на вызов большая просьба сразу включать печку, а не после того, как туда в отдельные помещения поместят пациента. В этой скорой автономка и подогрев кузова работают, кстати, всегда. Ну вот, в общем-то, и все. Время, затрачиваемое в пути, это примерно 30 минут. Это самая дальняя точка города Магнитогорска. То есть, если, допустим, через даже все пробки вы на вокзале находитесь, а машина должна выехать отсюда, с территории 13-го училища. Кстати, здесь располагается мастерская грезы шофера. И здесь, ну, такой шиномонтаж, по которому могут люди и позавидовать. Приехали, колесо поменяли. Ну, точнее, не поменяли, а отремонтировали. И цена вопроса. Вот сейчас солярочка что-то стала дорогая. Поэтому эвакуатор, ваш любимый, это полторы тысячи рублей. Вот. Цена вопроса, опять же. 500 рублей. Машина приехала, отремонтировала вам колесо. Причем одно колесо включено в программу стоимости. Вот. Если вы не смогли завестись, то вот здесь есть еще и специальные пушки тепловые. То есть и свечки просушат, и двигатели разогреют. И это 200 рублей плюсом. Ну, а теперь для тех, кто все-таки не хочет в очередях потом уже стоять на сезонную шиномонтажку. Телефон вы видите, записываете. Приезжает человек к вашему гаражу. Да, кстати, теперь уже нет необходимости иметь комплект шинодиск. Спокойно перекинули, видели, да, все есть. Диск крепится, резина скидывается, потом все это дело балансируется и все. Ну, и те же 500 рублей плюс, ну, там, небольшая дельта за каждое колесо.